Ну что, сразу соляночкой косу, потом кулак соляночкой, потом базуками, еще базуками, потом дальше торами, потом снова торами. И напоследок, как всегда, любимыми танками закроем косу Хаммермана и кулак Хаммермана. Всем привет, с вами Андрей Вар. У многих игроков, особенно кто только-только начал играть в Бумбич и еще не особо прошален, как проходить, то есть, коса Хаммерман и кулак Хаммермана вызывает очень много сложностей. Когда-то я снимал полгода назад про косу Хаммерман, действительно сложную. Ее немножко упростили, она сейчас на данный момент выглядит вот так, но даже такая коса Хаммермана упрощенная у многих игроков вызывает очень много сложностей. И в данном видосе я покажу, как сносить эту косу Хаммермана, также покажу, как сносить кулак Хаммермана. Это, в принципе, два разных дизайнера, но с одинаковым практически названием. Покажу, как их сносить разными видами войск без потерь. Да, абсолютно без потерь, чтобы вы никого не теряли и таким образом могли выносить эти базы и дальше кого-то выносить. То есть, не ждать, когда ваши войска восстановятся, не тратят на это время ваше. И главное, главное, конечно же, наловчиться, потому что, возможно, с первого раза у вас не получится, но если у вас будет немножко практики, я думаю, любыми, практически любыми войсками, особенно теми, которыми я сейчас покажу в этом видосе, эти базы можно сносить. В данном случае, самый первый вынос будет именно такой вот соляночкой. Здесь будет три лодки солдатиков, две лодки базук и две лодки медиков. Просто таким составчиком вот этот игрок, который дал аккаунт, играет, постоянно играет. Ну, я решил, ну, почему бы не попробовать, возможно, кто-то тоже соляночками разного вида играет, почему бы не попробовать снести эти базы данного рода солянками. Хотя, если честно, я сам не играю. Но снесу сразу соляночками, потом торами, базуками, танками, короче, все по порядку. Самое главное, правильно выбирать героя. В данном случае пойдет Эверспарк, будет подбрасывать своих критеров и, чтобы меньше умирало солдатиков. То есть, будут на критеры отвлекаться и солдатики будут убирать гораздо реже. В данном случае будем высаживать в ряд. Смотрите, собираю их в уголке, дальше перебрасываю еще контрольный фитиль и уже потом бросаю наверх. Если бы не было контрольного фитиля, немножко бы солдатики задние начали просбегаться. А за счет того, что я их всех собрал сразу в кучку и дальше только после этого пошел, повел, повел наверх, они собрались все вместе и, в принципе, я никого не потерял. И далее уже здесь, как дым заканчивается, два шока. Но я думаю, это уже сможете провернуть. Я как бы надеюсь, что кто меня смотрит, уже хотя бы немножко умеет играть. И данный финт сможет провернуть, провести просто ровненько, подымо, пряменько, в три дыма свои войска. А далее уже просто через шок выносить эту базу. Подбрасывая шок, вообще проблем не составляет. Здесь я их выносить эти базы не буду, потому что у меня всего две их на карте, а надо было показать разными видами войск. Поэтому я каждый раз просто буду отступать. Смотрите, никого не потерял, а базу забрал. Притом еще куча зарядок и номерки в итоге у меня осталось. Статуи, конечно же, не запыльны. То есть, ну, зачем запыливать статуи и показывать профессиональные атаки с обычными стандартными статуями. Так, это было коса Хаммермана. Сейчас попробуем вынести кулак Хаммермана точно таким же составчиком. Две лодки базук, три лодки солдатиков, две лодки медиков. Но здесь уже возьму с собой каван. То есть, показать, что в принципе с каваном тоже можно неплохо так воевать. Эту базу начну со сноса шоковой установки, потому что это одно из самых опасных защитных сооружений на данной базе. И поэтому обязательно надо снести. И также снесу пулемет. Заодно в это время обстрельщиком почищу все мины, плюс набью заряды на этих статуях Хаммермана. То есть, каждая статуя Хаммермана это плюс три мне заряда. Канонерки. Поэтому обязательно и для сноса. Далее без фитиля просто высаживаю аккуратненько в уголке и начинаю собираться. Смотрите, точно так же. Последние солдатики будут долго идти. Но это не мешает, не мешает вообще мне аккуратненько просто еще через контрольный фитиль собрать их всех в кучку. И далее уже, смотрите, просто аккуратный шок. Здесь дым даже не надо. Просто собираю их в кучку, чтобы они все вместе шли, чтобы урон моментально вносили. И далее буду просто подбрасывать шоки. Все. Здесь вообще мудрить ничего не надо. Просто подбрасываю шоки сразу на левые пушки Бум, огнемет. И далее уже начинаю подбрасывать те же шоки на правые пушки Бум плюс огнемет. Когда уже начинает все, заканчивается заряд, просто врубаю способность Хаммермана. Именно для этого брал. Можно было с оверспарком идти, но с помощью способности Хаммермана точно так же можно было ее использовать один раз. И пушки Бум ничего не нанесли моим солдатикам. Ну а дальше уже по накатанной схеме просто отступаю, чтобы не выносить эту базу. Потому что других баз у меня на карте данных баз нет. Здесь потерял всего лишь одного солдатика. Ну медика потерял уже при отступлении. Ну вообще ни о чем. Один солдатик восстанавливается одна минута. Просто моментальное восстановление. Далее будем уже нормальными видами войск, которыми я люблю. Это базуки, танки, торы. Будем сносить эти базы. Смотрите, на этих статуях, как я уже говорил минутой ранее, можно набивать заряды. Поэтому сразу базуки пусть набьют несколько зарядов. Плюс я их соберу под дымом. Так, собираю именно почему вот так. Возле этих статуй они никуда не расходятся. Потому что они выбирают свои цели эти статуи и никуда не идут. То есть возле статуй этих можно собрать. Если у вас очень много зарядок анонерки, вы прям можете не сносить эти статуи, а собрать с самого низа под одним дымом. Базуки никуда выходить не будут, будут стоять. И далее с помощью трех дыма можно довести аккуратненько до штаба, бросить и наслаждаться. Наслаждаться видом, как базуки сносят эту базу просто в два шока без единой потери. Тоже заряда остается еще очень много. Даже если у вас с канонерки меньше, чем на этом аккаунте, вы тоже без проблем сможете эту базу пройти базуками абсолютно без потерь. Просто ведете их прямо. Так, это была коса хаммермана базуками. Сейчас давайте точно такими же базуками снесем кулак хаммермана. Посмотрим, как же тут надо сносить. В данном случае здесь самое опасное защитное сооружение, конечно, это шок. Ну, все остальное в принципе тоже опасно, но шок обязательно надо будет держать. Высадку здесь буду проводить именно с помощью фитиля. Смотрите, бросаю в уголок, в самый дальний угол. И начинаю с другого угла по чуть-чуть высаживать лодка за лодкой базукой, чтобы они собирались в один большой кулак, в одну большую группу. И таким образом, дальше уже подсажу героев. Смотрите, они собрались. Далее перебрасываю контрольный фитиль. Огибаю красненькие минки и жду, пока вот шок повернулся. И только потом накрываю своих базук, чтобы как можно меньше дыма затратить. Они идут, ну я не знаю, ну под углом 45, наверное, не идут, но около 45 градусов идут под углом. И поэтому идут кучно, никто не вылазит никуда. Далее ведем их под штаб. Таким образом, бросив всего лишь 5 раз дым, я смог довести этих базук аккуратненько вокруг до самого штаба. И далее, обязательный шок на шоковую установку, а все остальное уже в зависимости от того, будет хватать у вас заряда или нет. Если нет, то главная шоковая установка. Далее первый огнемет главный. Но самое главное это шоковая установка. На два шока у вас по любасу хватит. То есть верхние пушки бум, правые, можете уже даже не шокать. Особо там их не надо. Даже если пару базук умрет, это ничего страшного. Точно так же база выносится без потерь базуками. Ну это умерли, потому что пред вступление. А так абсолютно без потерь. Следующий это торы. Конечно же для торов берем обязательно кавана. Буллита у вас еще нету, так что никакого другого героя не берите. Берите обязательно кавана. Так, будем высаживаться точно так же как базуками без фитиля на этой базе. Пусть они немножечко заряда набьют. И смотрите, оп, собираю их, перебрасываю на первого хаммермана. Фитиль. Далее я здесь немножко перестраховался и бросил промежуточный петиль сразу не на штаб, а промежуточный. И далее уже потом на штаб, чтобы торы бежали вместе. Чтобы они не начали вдруг по левой стороне оббегать штаб, а именно бежали все вместе. И таким образом у меня остается на два шока, просто легчайшие два шока. Забрасываю и смотрю, как торы выносят эту базу. Торы бьют слабее, чем базуки на данный момент, поэтому мне придется подбросить еще один шок. Плюс я включаю способность именно в данный момент, включая способность кавана, чтобы когда пушки бум вышли из шока, они выстрелили именно в щит и не убили ни одного тора. Я думаю тоже очень просто, если вы хотите эту базу сносить, если вы хотите научиться атаковать войсками, то я думаю проблем не составит. Просто посмотреть еще раз, если вы с первого раза не поняли, посмотреть еще раз видос, по аналогам сносить эти базы. Сейчас будем кулак хаммермана сносить, то же самое торами с помощью кавана. Сносим сразу минки возле пулемета, потому что нам надо где-то будет своих торов собирать. И возле шоковой установки тоже сношу мины, потому что торы побегут, 100% побегут и зацепят. Чтобы ни один тор не погиб, я специально ради этого и сносил эти минки. Далее смотрите контрольно, хоп, собрался и далее уже на пулеметик перебрасываю фитиль. Можно было бы конечно торов высаживать в ряд с помощью фитиля, заряд был бы один и тот же потрачен, но мне если честно удобнее было так. Далее перебрасываю, смотрите, на штаб уже фитиль и бегу. Благодаря тому, что я зачистил все мины, ни один тор не умер. А так бы 100% парочка полиглоб на этих красных минах. И все, и снова обязательно шок на шоковую установку. Пушки бум, здесь огнеметы, можно не шокать, самое главное это зашоковать шоковую установку. Да, я здесь немножко лоханулся, можно было одним шоком зашоковать две пушки бум и огнемет, но база забирается легчайше, даже если там 1-2 тора умрет, это ничего страшного. Торами снова вносится кулак, вообще без потерь, просто аккуратно бросайте, самое главное шоковую установку. И самое последнее, возможно кто-то очень любит танки, возможно кто-то играет чисто танками и первое начало видоса им не особо интересно. Давайте сейчас вынесем эти базы без потерь, но танками. Потому что большинство, наверное, на таких левелах играет все-таки танками. Переучить очень сложно после танков на что-то другое, поэтому давайте танки плюс 1 лодка медиков плюс Эверспарк. Эверспарк нужен для того, чтобы она постоянно подкидывала своих критеров. Я беру ее первую способность, чтобы вовремя ее тоже нажать, но все по порядку. Смотрите, на этих статуях Хаммермана я надел немножечко заряда, далее в самый дальний правый угол перебрасываю фитиль, чтобы начать идти именно с одного угла, чтобы правые пушки бум, правый пулеметик не доставали до моих танков. Здесь танки всего лишь 1-2 левела, они очень дохлые, и этими танками будет долговато все сноситься. Но если у вас танки нормально прокачаны, я думаю, у вас танками вообще эта база не вызовет никаких проблем, можно будет сносить налегке. Постоянно подбрасываю шок, пока пушки бум не умрут, пока правые пушки бум еще не достают, а левые, ну обязательно подбрасывать на левые шок, потому что ракетницы не сильно дымажат, а вот пушка бум это минус сразу танк. Далее сношу ракетные установочки, здесь они в принципе вреда особо не наносят, у меня есть еще эта турелька, ее подбрасываю, но на самом деле здесь можно просто включить способность Северспарка, как я сейчас сделал, и пушки бум переключатся на этих критеров, а танки будут безнаказанно сносить, и ни один танк не умрет. Если у вас остается заряд, можете подбросить еще на пушки бум, на ракетницы, но это уже по вашему желанию, здесь очень легко выносится именно просто обычными танками, без потерь, это база с помощью, главное, главное с помощью Северспарка, чтобы был этот герой. Потому что с другим героем, например, Бриком или Каваном, все-таки какая-нибудь потеря минимальная, но возможно, например, 1-2 танка вы вполне возможно можете потерять, но если у вас есть Северспарк, то без проблем. Это были танки на кассе Хаммерман, давайте сейчас попробуем вынести кулак. Хаммерман тоже танк, ничего мелочиться. Я думаю, к этому моменту у вас 100% будет Северспарк, поэтому берите обязательно Северспарка с помощью его первой способности, другие способности в принципе не надо. Здесь ничего мудрить не буду, придумывать не буду, обходных путей не буду вообще никаких делать, я просто пойду в лоб. Сразу с помощью Северспарка и с помощью ее критеров почищу немножко, далее маленькая такая перегруппировочка, чтобы пушка бум левой не доставала как можно дольше, чтобы она стреляла по критерам. Дальше я иду вот прям в самый центр, бросаю сюда шок на пушку, плюс на шоковую установку, чтобы она не стреляла. И далее уже, смотрите, пушки бум переключаются, постоянно переключаются на критер, которые Северспарк постоянно плодит, то есть я еще подъюзываю иногда ее способность. Но пушки бум постоянно стреляют именно в критерах, сейчас вот одна пушка бум выстрелила, смотрите, танк полностью красным стал. Вот если бы я не перегруппировался в самом начале, какая-нибудь пушка бум, да уже пубила танк. А так сейчас очень много критеров начинает плодить Эверспарк, плюс критеры эти не умирают от пушки бум. Я вовремя подбрасываю шоки на огнемет и таким образом куча критеров, а пушки бум стреляет очень медленно, танков просто группирую в левой стороне. С левой стороны сейчас будем сносить эту базу. Смотрите, огнемет особо не достает, а пушки бум настолько стреляют медленно, что они просто не успевают сносить этих критеров, которых я наплодил Эверспарк. Эта база сносится без потерь, как и другие базы. Я надеюсь, что я достаточно подробно объяснил, достаточно полно объяснил. Я надеюсь, у вас все-таки получится эти базы сносить без проблем, даже как только они у вас появляются, не ждать каких-то максимальных войск. Они очень простые, просто главное научиться играть. Если вдруг что-то непонятно, пишите в комментах или пересмотрите еще раз видосик. Ну а с вами был Андрей Вар, как всегда. Если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok